Медики ВРКБ продолжают бороться за жизни людей, заболевших COVID-19. За прошедшую неделю в стационар инфекционного корпуса для коронавирусных пациентов ВРКБ поступило 238 человек. Из них 62 – жители Ленинского городского округа. Всего здесь на данный момент проходит лечение 443 пациента. 80-летнего Александра Венедиктовича Лорисова из Подольска госпитализировали 30 декабря в тяжелом состоянии. Поражение легких до 75% КТ-3. По лабораторным показателям были тоже плохие. Высокий цирреактивный белок и высокая температура до 39-40, низкая сатурация. Сам Александр Венедиктович до выхода на пенсию работал врачом-кардиологом, поэтому как медик быстро понял, что тянуть к госпитализации нельзя. Болезнь развивалась довольно стремительно. Поднялась высокая температура, резкая слабость, потеря обоняния. Да и небольшая дыхательная недостаточность была, чувство дискомфорта, нехватки воздуха. К моменту госпитализации Александр Венедиктович из-за слабости уже не мог самостоятельно передвигаться. В результате проведенной экстренной терапии сейчас он чувствует себя значительно лучше. Мы поддерживаем пациентов, стараемся их успокаивать, что это временно, что нужно терпеть, держаться. Но этот пациент, на удивление, очень стойко перенес всю тяжесть состояния и терпеливо лежал, выполнял все рекомендации. Благодаря этому нам удалось ему помочь. Все четко работают и заведующие еще раз благодарны тем, большим дарим персонал. Работает слаженно, грамотно. Конфликтов никаких, спасибо всем только. Поклон всем большой. Сейчас в Ленинском городском округе отмечается незначительная динамика увеличения числа контактных по коронавирусу. В муниципалитете за прошедшую неделю зафиксировано 1720 контактных по COVID-19. Из них 298 детей. Чтобы приостановить распространение коронавируса в муниципалитете, активно продолжается прививочная кампания. Ничего не беспокоит? Нет. Горло не болит? Не болит. Температуры не было? С этой недели мобильная бригада ВРКБ начала выезжать на предприятие и в организации муниципалитета. На днях прививки от COVID-19 сделали сотрудники и подопечные островского психоневрологического интерната. Перед вакцинацией граждане проходят осмотр врача, замеряется температура, осматривается кожа, замеряется кислород крови, давление. И после этого принимается решение вакцинировать граждане ВРКБ. Медики по-прежнему просят соблюдать все меры предосторожности в условиях пандемии. Это станет лучшей помощью тем, кто сейчас находится на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Екатерина Борисова, Ольга Садовская. Видно этого.